Классика 31 марта 2018 года Иногда нужно вспоминать классику. То, что писали писатели до того, как мы с вами родились. То, что оставила нам наша русская литература в наследство. Ведь они тоже жили такой же жизнью, как мы. И у них были, может быть, не совсем те проблемы, которыми мы сегодня с вами живем. Но, согласитесь, проблемы очень похожие. Они могут варьироваться от одного к другому, но, в принципе, все проблемы очень похожи. Вопрос, конечно, стоит в большей степени о брушенных детях и о неграмотности. И эти два аспекта нашей жизни очень хорошо совместил в одном рассказе. Антон Павлович Чехов. Антоша Чеханте. Так он подписывался иногда. И вот я вам хочу прочитать. Так зачитаю рассказ Ванька, чтобы вы понимали. О своих брошенных детях подумали бы, с одной стороны. А с другой стороны, подумайте, как живется детям. И если они неграмотны, то смогут ли они вылезти из своей той самой социальной яме, в которой они находятся. И что нужно сделать? Может, все-таки дать возможность детям выучиться. Хотя обучение сейчас такое, так себе, надо сказать, на двоечку. Но, однако же, оно хоть как-то развивает мозги. Просто потому, что люди начинают думать, прочитав одну или другую книжку. А если вы ничего не считаете, то и мозги ваши будут в забытии. Итак, Ванька. Антон Павлович Чехов. Ванька Жуков. Девятилетний мальчик, отданный три месяца назад тому в ученье к сапожнику Аляхину. В ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать, прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка, Константин Макарыч», – писал он, «И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни матери. Только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живоревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. Тук-тук-тук-тук. А за ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кабелек-вьюнок, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков, однако умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасть и цапнуть за ногу, забраться в ледник и украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу, он сплескивает руками, поджимается от холода и старчески хихикая щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают, дед приходит в неописуемый восторг, заливается веселым смехом и кричит «Отдирая, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженно отходит в сторону. В юн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная, воздух тих и прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребленные инеем сугроба, все небо усыпано весело мигающими звездами. И млечный путь вырисовывается так, ясно, как будто перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул пером и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и под нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак с заводкой и вилят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, а в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю и лещей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в синях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю и качаю люльку. Милый дедушка, сделай божественную милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. Жалко ведь себя, конечно. Я буду тебе табак тереть, продолжал он. Богу молиться, а если что, то сики меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чинить, а ли за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, ну нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить. Все равно, как за мамку Пелагею. А Москва город большой, дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что Пудова сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей по сто каждое. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, и в котором месте их стреляют, про то сельдельцы не рассказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь, попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился в окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Весело было. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них и Ванька крякал. Бывало прежде, чем вырубить елку, дед выкуривал трубку, долго нюхал табак, посмеивался над озябшим вонюшкой. Молодые елки, окутанные инием, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть «Держи, держи!» Ах, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка!» продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю! Возьми меня от седа! Пожалей ты, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а сколько такая, что и сказать нельзя, все плачу!» А намедний хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. «Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой!» «А еще кланяю с Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай! Остаюсь твой внук Иван Жуков! Милый дедушка, приезжай!» Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес «На деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящика развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ящиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. Я, Таня Карацова, Сиидбургхан, прочитала вам рассказ Ванька. Ванька, конечно, дед не получил его письма, и, конечно, Ванька остался у этих хозяев. Выжил он или нет, мы не знаем. Но, видите, у него была грамотность, он умел читать, писать, считать, и даже танцевать кадриль. Но он не имел полных знаний для того, чтобы дошло его письмо до его деда. А для этого нужно было просто-напросто написать адрес. И так нам Антон Павлович Чехов показал, как грамотность, не до конца она грамотная грамотность, а нужно иметь еще знания, чтобы на эту грамотность наложить социальную грамотность и другую, чтобы письмо дошло до адресата. И в таком случае дед приехал бы наверняка и забрал бы Ваньку из такой тяжелой его жизни. Я провожу о грамотности и о знаниях в своей конференции. И вот на конференциях я рассказываю как раз нюансы жизни, которые нужно избегать и как людям нужно снимать оковы с себя, чтобы видеть и знать больше. И эта грамотность, она социальная грамотность, она дает возможность людям даже в старости встрепенуться и вспорхнуть как воробей на жердочке весной и начать жить заново. Я Таня Карацуба Сиитбурхан.